здравствуйте друзья вопросик зачитаю рассмотрите пожалуйста мою ситуацию вот уже рассматриваю мне 24 года имеется опыт работы более пяти лет программирования работал со второго курса окей имеется высшее образование по специальности математик программист но уже неплохо просмотрел множество ваших видео потому как надо искать работу из-за рубежа но никак не могу поднять одну вещь дело вот чем я вывешиваю свое резюме на определенные локации вывешивал в техасе хорошо мне написала порядка 80-100 рекрутеров но как только они узнают что мне нужно h1b sponsorship сразу же перестают писать и отвечать даже если и это remote work то есть удаленная работа вы рассказывали что стоит даже завести skype номер из сша но на каком этапе следует сказать что мне нужна виза получается рекрутеру нужно соврать что я авторизован для работы в сша также если вам не сложно не могли бы вы рассказать про известные вам бодишопы и если это правильно поставленный вопрос если возможность приехать по j1 визе для поиска работы и какие на это условия тут на самом деле очень много вопросов ну давайте мы по ходу движения будем обсуждать интересная ситуация возвращаемся к письму есть как бы некоторые вещи фундаментальные если фундаментальных вещах запутаться то сразу получается какое-то невероятное количество осложнений но с другой стороны если фундаментальные вещи по ставить на место то как-то неожиданно все эти вот осложнения сразу и исчезают поэтому давайте вот моя фундаментальным вот если например пойти в библиотеку да и там вот какие-то девушки тоже сидят но это одни девушки и они кардинально отличаются как бы по типажу от тех которые на вокзале там кучкаются в определенном месте быть совершенно другой мир то же самое когда ты ищешь работу и тебе нужна рабочая виза то ты работаешь с теми кто в принципе в состоянии и заинтересован дать тебе рабочую визу если мы говорим про рекрутеров то последнее что вы от рекрутера можете ожидать это какой-то интерес в рабочей визе это просто непонимание фундаментальное того как рекрутер зарабатывает на жизнь рекрутер это холодный сапожник вот он то что он сегодня заработал вот там сидел на улице молотком стучал гвоздики там подбивал подметки вот он то что сегодня заработал вот то он скушал это тоже самое что риэлтор сегодня продал есть деньги завтра не продал нет денег поэтому рекрутер не может заниматься чем-то что даст ему деньги там через год и даст или не даст и непонятно чего это это какая-то ерунда и менеджер к нему не обращался за человеком которого можно привести через год он к нему обращался за человеком который нужен вот сегодня завтра там послезавтра вот но быстро нужен на какой-то проект поэтому ожидать что рекрутеры течет такое дадут это ну просто неправильно рекрутер от вас шарахается потому что у него нет сил и времени на людей которые но но так мягко но неадекватного как-то себя ведут так скажем не понимают о чем речь пристают с ерундой какой он на вас время уже потратил 5 знал бы он бы сразу не стал теперь когда я говорю о том что неплохо иметь телефон который выглядит как американский например там skype или еще нельзя в google там до google сейчас дает возможность телефоны заводить но я что имею в виду что когда вы сознательно пытаетесь закосить под местного с тем чтобы получить больше звонков это правда да то есть телефон иностранный сразу многих оттолкнет надо же себе отдавать отчет зачем вы это делаете если вы хотите например я извиняюсь попрактиковаться в английском в отношении тематики вот там поиска работы ну конечно вы можете себе это сделать вам будут звонить люди вы будете морочить им голову но вы хотя бы понимаете что вы морочите им голову и что у вас нет никакой такой серьезной цели а вы вот просто хотите с ними поговорить и это собственно и есть цель есть другая как бы стратегия знаете это мне немножко напоминает вот как девушки некоторые они говорят надо сначала забеременеть а потом уже ему деваться будет некогда он и женится вот понимаете то есть вот они ищут вот это и вот профессиональные беременности то есть они ищут возможности получить какой-то разговор то есть его проинтервьюирует он понравится и когда они уже узнают что у него нет разрешения на работу они все равно что нибудь да придумают и как-нибудь вот они там что-нибудь такое но но вы должны себе отдавать отчет что вы делаете и зачем вы это делаете значит если ваша задача например попрактиковаться в чем-то то да вы их обманываете значит вот вопрос там говорит что значит должен ли я обманывать а конечно что а что вы по вашему делать если у вас телефон американский если у вас по резюме вроде как мы в америке там адрес американский стоит и так далее значит так ну да вы на том же дайсе можете создать профайл в котором вы пишете что вам нужна рабочая виза вот напишите что вам нужна рабочая виза и вы увидите что произойдет у вас не будет 80 100 звонков откуда же они возьмутся то или там имейлов и так далее и мне откуда взяться будет значит так вы чего хотите если вы хотите работу найти и эта работа по h1b то вы должны сказать что вам нужна работа по h1b тогда на вас будут реагировать те кто реально может ну как то вот он интересуется их не будет много но во всяком случае это будет предметный разговор и вы тогда должны делать это не в техасе а вы должны создать там не знаю там два десятка территориальных каких-то вот расположений это будет там нью-йорк нью-джорси это будет лос-анджелес и сиэтл и сан-франциско и сан-хосе и не знаю сан-диего там и оранж каунти и в техасе может быть там надо там нет ни одно место а три-четыре и может быть там атланта джорджии может быть это будет там что-нибудь в северной каролине ну то есть есть места в сша где много работы чикаго непременно вот и вас будет много и тогда в этих многих местах вас будут искать люди которые вот как то значит заинтересованы если вас если вы хотите чтобы вас находили как локального на на h1b может быть вам и не нужно иметь вот столько разных про профайлов а достаточно одного в котором вы говорите что хотите чтобы вас взяли по h1b значит первое что вы должны сделать себе вы должны сказать себе я пойду в такие места где есть шанс найти работу по h1b работу по h1b находят напрямую с компанией не с рекрутером вам посредник не нужен посредник зарабатывает на посредничестве а вам нужен тот кто зарабатывает на разработке программного обеспечения а вы уже соответственно будете у него работать так что значит нужны нужен прямой доступ к работодателю если так навскидку то гораздо ну скажем из известных веб-сайтов таких но вот монстр например там примерно половина народу это люди которые вот от компании есть крекс лист я бы сказал что самое приоритетное для вас сегодня это крекс лист там очень много менеджеров там и рекрутеры есть но и сразу видно вот там компании вы прямо смотрите у вас там их координаты там смысле там можно списаться с людьми значит это крекс лист номер один и это линк тын номер два потому что на линк ты не вы видите людей видите из каких они компаний вы можете к ним напрямую обращаться надо отдельно разбираться как работает линк тын и как обращаться это я не имею ввиду что так просто можно незнакомый человеку там надо надо уметь но во всяком случае вот это это ваше приоритетное направление вы подкатываетесь к ним и вот собственно так пытаетесь получить желающих сделать вам рабочую визу через живых людей которые реально могут это сделать они через посредников которым это все нафиг не нужно был вопрос не могу ли я посоветовать какие-то бодишопы которые привозят людей чтобы потом их там перепродавать куда-то и так далее я не могу посоветовать бодишопы я никак с этим не связан и ни малейшего представления об этом не имею но вы можете пойти на какой-то более профессиональный форум но я думаю из тех формов которые я знаю есть например форум привет . ком да и вот на форуме форум привет он как бы исторически формировался как вот такой айтишный более-менее и там и там и рекрутер есть парнишки которые прямо вот он из большой рекрутинговой компании он там модератор даже в разделе работа ну ну раньше был я туда не хожу но не участвую в работе до формулы я так по памяти рассказываю то есть безусловно есть места где вам посоветуют эти самые бодишопы безусловно и вот но просто я в я в данном случае совершенно на это дело не гожу теперь значит что касается визы джей ванн мы опять видим какое-то не непонимание что ли даже я не знаю джей ванн это практикант такой человек который приехал попрактиковаться он не приехал искать работу потому что вот вопрос как как он тут звучит в письме давайте я вам скажу он звучит так если возможность приехать по джей ванн визе для поиска работы и какие на это условия для поиска работ и по визить джей ванн приехать нельзя по визе джей ванн можно приехать на работу это ограничена во времени там зависимости от того как давно вы закончили ваш университет там это может быть на год приехала может быть на полтора года приехал и и и и приехал сразу на работу и тебе сразу какую-то зарплату обычно не большую скромненькую там платят и ты можешь набираться опыта, но ты не можешь въехать в страну с визой J1 и заниматься поиском работы, то есть она не для этого создана, вы конечно можете, вы можете приехать, обмануть того, кто сделал вам J1 и начать искать работу вообще виза J1 она трансферится, то есть ее можно перевести на другого работодателя то есть я не хочу сказать, что это просто или там еще что-то, но есть такие варианты тоже но но это не будет работой в виде H1 вы можете J1 просто перебросить на другого работодателя но это дает вам конечно полтора года на то, чтобы искать компанию, которая вам сделает H1B может быть даже так, где вы себя проявите на J1 захочет сделать вам H1B но опять получается ерунда потому что H1B это же квота сегодня эта квота очень маленькая соответственно возникает там лотерея соответственно вы можете запросто уехать домой или вернуться в ту точку когда вы не поехали домой, а там например подали на политическое убежище я не знаю отдельно мы в эту сторону сейчас не идем но тут еще зависит от того где вы живете в какой стране потому что есть страны из которых J1B очень плохо дают вот мой опыт поскольку я периодически делаю J1B то мой опыт такой что вот Украина место проблемное то есть у нас были очень хорошие ребята которым там отказывали просто он приходит ему отказали второй раз пришел опять отказали при том что мы реально нанимаем этого человека и у нас есть как бы мы 20 лет в бизнесе в смысле компания наша корпорация это все простукивается проверяется у нас и деньги есть ну все есть но как бы абсолютно нормально но вот другого человека скажем из Российской Федерации ему дают визу без звука а вот этому с Украины не дают ну что делать я даже не знаю в общем много-много всяких там препятствий но я бы вот что сказал все-таки если ты хочешь работу искать надо бы разбираться в процессе вот в этом потому что если если ожидать чего-то от рекрутеров с точки зрения H1B если думать что можно приехать по J1 с целью поиска работы там и так далее но ой или допустим вот если узнать там правильные бодишопы и отправить резюме в правильный бодишоп вот тогда все произойдет и так далее это работа значит эта работа проводится по разным направлениям одновременно для того чтобы она была более успешной и бодишопы и компании но не рекрутеры и это должно быть на правильных веб-сайтах потому что на неправильных будет много шума из ничего вот они увидят резюме и как пошли отвечать там email и слать а дальше выясняется что как бы а там ничего и быть то не могло вот то есть надо потихонечку разбираться я считаю что у нас этот процесс достаточно хорошо расписан там с вопросами со всеми делами у нас есть вебинары на эту тему и я не делаю новых потому что те вебинары которые мы записали они достаточно подробные и я бы сказал что я не вижу новой информации я не вижу новых вопросов которые надо было бы добавлять к этому ко всему надо просто один раз вот сделать я постоянно какие-то звонки у меня тут и письма я получаю от людей которые вот эти вебинары проходили и потом нашли работу в США и в общем-то то есть если я говорю что надо иметь номер желательно иметь номер телефона в скайпе такой чтобы закосить под американцем я же для чего-то хочу чтобы человек закосил я же не говорю что это самоцель это средство вот как только станет понятно для чего это средство так оно начнет работать как средство для этого а если мы будем это как средство для другого значит там задурить голову рекрутеру но на каком-то этапе может быть и это тоже нужно понимаете Надо где-то научиться проходить интервью Поэтому Если у вас будет сколько-то интервью Вот таких, сколько-то разговоров Пусть это будет как бы дуриком Там вы их Дезинформировали О ваших намерениях Или о вашем разрешении на работу и так далее Но во всяком случае вы попрактиковались Мы сейчас находимся в такой ситуации Вот здесь локально Когда человек выходит на рынок А ему говорят А вот дай-ка копию Твоей грин-картой Ну вы можете замазать там номер там и так далее Но они хотят знать, что у вас есть грин-карта Они говорят, а дай там последние 4-5 цифр Твоего social security number Можно дать с потолка абсолютно любые 4 или 5 цифр Никто не в состоянии проверить Ваш это не ваш там номер, не номер Или это от телефона Но это хоть какая-то минимальная защита Вот от таких, как вот мы сейчас обсуждаем Которые не имея ни разрешения на работу Не имея вообще никаких оснований быть на рынке Тут ходят и развлекаются У людей время занимают Их сейчас много Понимаете, много И до того дошло, что вот уже всех подряд начинают спрашивать А вот есть у тебя разрешение на работу Покажи Покажи Social security number Ну дай номер Есть такие, которые говорят карточку Сосканируй Social security и пришли Такое тоже есть Значит мы говорим Ну пожалуйста имя оставь Там 4 последние цифры оставь Остальное там замажь И пусть они видят, что у тебя есть Это довольно массово происходит Поэтому Что тут скажешь То есть настолько массово, что люди начинают защищаться Чтобы время свое на это не тратить Вот у нас тут так Вот наверное Мы более-менее на эту тему поговорили Значит Почему я решил, что надо бы Побеседовать Потому что сейчас начинается сезон Вот сразу после Нового года И как только Новый год пройдет Те, кому нужна рабочая виза Ну кто интересуется Я думаю Это самое время Активно включаться в процесс Потому что Если На вас подадут документы На рабочую визу То это произойдет Там скажем 1 апреля К 1 апреля Надо, чтобы у них уже все было на руках Чтобы 1 апреля все было на руках Ну дайте им месяц Например На то, чтобы там бумажки подготовить То есть считайте, что К 1 марта уже вы должны Договориться обо всем И в общем-то У вас остается Ну буквально пару месяцев Так что Времени не безумно много Заканчивая эту тему Я хочу пожелать успехов Тем, кто в этом В процессе участвует В получении рабочей визы И Вот хочу выразить надежду Что Кто-то из тех, кто нас слушает Ему это поможет В том, чтобы Ну Пройти через это Через все Счастливо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok